Противостоять раковым заболеваниям можно, но только если выявить их на ранней стадии. Так считают специалисты по эндоскопии из Японии, Италии, Норвегии и России, приехавшие в Ярославль на международную конференцию. Нина Свичникова рассказывает. У английского слова YES появилось новое значение. Теперь это аббревиатура Ярославского эндоскопического симпозиума. Уже много лет наши врачи из онкобольницы активно перенимают опыт специалистов из других стран, для чего и сами ездят за рубеж, и в Ярославле регулярно проводят международные конференции. Особенно тесные связи сложились с медицинским университетом японского города Канадзава. В Японии средняя продолжительность жизни у мужчин 80 лет. Нам удается победить рак, потому что выявляем его на ранней стадии, проводя скрининг всего населения. Эндоскопическое оборудование почти всё импортное. Самое лучшее сегодня делают японцы. К сожалению, российских аналогов должного качества пока не существует. Один импортный аппарат стоит несколько миллионов рублей. В российских больницах эндоскопов недостаточно. Говорят, для профилактики и ранней диагностики рака кишечника нужно проверять всё население старше 40 лет. Но нам до таких масштабов пока далеко. Мы можем раковые клетки увидеть на поле, как тёмное пятно. Либо, если мы перейдём в другое положение Аистана, мы наоборот увидим свечение. Это как раз позволяет увидеть ранний рак. А когда рак второй-третьей степени, это уже поздно лечить. В регионе предпринимаются шаги для дальнейшего развития медицины. Например, собираются строить новый хирургический корпус онкобольницы. Для Ярославля эта тема очень актуальная. Уровень заболеваемости в области выше, чем в среднем по стране. В рамках конференции пройдут мастер-классы для практикующих врачей. Тренироваться эскулапы будут на специально подготовленных свиных желудках и коровьих кишечниках. Также пройдёт видеотрансляция настоящей операции, наблюдать за ходом которой врачи смогут в реальном времени. Нина Свечникова, Александр Рябков.